Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Сегодня у меня в гостях Андрей Сидельников, российский политик и лидер движения «Говорите громче». Здравствуйте, Андрей! Добрый день! Сегодня будем говорить на такие темы. 24 августа. Будут ли бомбить Москву? Появился такой ролик в интернете. Москва беззащитна, ПВО не работает, а Польша готовится к диверсии Вагнера, а рожать будут от корейцев. На эти темы мы поговорим сегодня, после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это короткие интервью, блиц-интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И по три вопроса от россиян, по три вопроса от украинцев. Начнем, давайте, с россиян, по традиции. И вот такой вопрос от россиян. Когда мы будем снова наступать на Киев, интересуется неугомонный зритель из России. Ну, у меня здесь нет ответа, потому что наступать на Киев, на мой взгляд, в общем-то, нет невозможности, нечем, и не получается, и не получится. Следующий вопрос от российского зрителя. Почему мы перестали бомбить центр принятия решений из Ленского? Вопросик, конечно, у россиян, да. А до этого, что бомбили, ну, не знаю, как-то это, в общем-то. Обычно то, что происходит, бомбят мирные здания, жилые здания, никаких центров принятия решений. Я вижу, в Украине, в принципе, не бомбят. Так что это все сказки, пусть российская пропаганда оставит в раз для россиян. Гиркин уже не выйдет из тюрьмы? Все? Ну, хотел бы я сказать, на самом деле, что все, он навсегда в тюрьме. Ну, не знаю, очень все возможно, у него достаточно влиятельные кураторы. Ситуация может поменяться, и Гиркина могут выпустить в дальнейшем из подстразы. На сегодняшний день, мы видим, пока сидим. Три вопроса от украинцев. Кто будет после Путина? Первый такой вопрос. Прекрасный вопрос, на него нет ответа. После Путина должно быть учредительное собрание и учреждение новой страны, парламентская республика. Так что без президентских, скажем так, полномочий. Так что, ну, могу так ответить. Простые россияне боятся победы Украины? Простые россияне не думают на возможности, что Украина может убедить. Более того, простые россияне просто не хотят знать о том, что идет война. Поэтому, в общем-то, здесь, ну, опять-таки, простые россияне – это такой собирательный образ. Я не очень понимаю, о каких людях идет речь. Кто в России еще не понимает, что придет время отвечать за войну и военные преступления? Подавляющее большинство населения не понимают, не хотят понимать и пока, ну, понять не могут. А чего так? Ну, как говорится, да, моя хата с краю. Реально не обращают внимания, занимаются своими делами и, в общем-то, действительно не хотят. Если это их семью не коснулось, а таких, как бы, достаточно количества и подавляющее большинство на сегодняшний день не коснулось, соответственно, военная история, ни в какой форме, то, в общем-то, они об этом не думают. Предполагают, что, в общем-то, это их обойдет стороной и это не их забота. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучивал ранее. И вот 24 августа будут бомбить Москву. Появился в сети такой ролик, что вот именно на День независимости Украины готовится массовый удар по России. Допустим, что это так. Хотелось бы это, чтобы было так, но что-то мне подсказывает. Давайте для начала, смотрите. Если это так, ПВО России готова к такому удару? Ну, я не занимаюсь военными экспертизами, поскольку мы видим, опять-таки, то, что мы можем проанализировать ситуацию за последний месяц, скажем так, в России ПВО просто нет. То есть, оно есть, которое может подавлять радиолокационные вот эти вот приборы на дронах. Вот воздушная тревога при прилетах каких-то, которые происходили уже, она не объявляется. Если это не так, то зачем публикуют такое видео, а главное, кто придумал и нарисовал этот мультик? Мы видим прекрасно, что происходит в городах Украины, когда погибают мирные люди, женщины, дети, старики в ежедневном режиме бомбятся граждане. Поэтому ответка должна быть, поэтому будет это 24-го на день независимости, будет ли это действительно потом, это не имеет значения, но это обязательно должно осуществиться. Иначе просто как бы я просто не представляю, как это вообще возможно, чтобы все сходило с рук. Если это удастся, что, допустим, этот ролик и последующие закрепит в сознании людей о том, что будет ответ, что необходимо отвечать за свои поступки, за свои преступления, это здорово. Ну, я не думаю, что это российская пропаганда, поэтому, в общем-то, мы здесь с вами так обсуждаем, скажем так, какие-то мифические вещи. Москва беззащитна, об этом говорят события, ну как, частично беззащитна против дронов, которые почему-то прилетают в какую-то башню там в Москве, где находятся какие-то министерства непонятные, уже не первый раз. Вот это не вызывает недовольства у москвичей или наоборот, вот за родину теперь, за Сталина, за Путина? Нет, это не вызывает ни недовольства, в принципе, это не оказывает какого-то одобрения этих действий внутри российской аудитории. Это вызывает испуг, что, собственно говоря, как бы, ну, наверное, минимальное, что хотелось бы от ситуации сложившейся. В тех же интервью была такая мысль еще, что власть их не защищает, как обещала. То есть война где-то там, а вот она раз и в Москве. Как оказалось, действительно бывает, что может и в Москву прилететь, а об этом говорилось тоже очень давно. Но, однако, ну, в общем-то, я не знаю, опять-таки, защита. Ну, мы видим, опять-таки, ПВО, не только что мы с вами говорили, как ПВО, не работает в Москве. Воздушная тревога не объявляется. И жители Москвы, гости столицы, они находятся, в общем-то, в уязвимом ситуации. Потому что куда в следующий раз долетит следующий снаряд, дрон, неважно что, никто не понимает, не знает и никто не застрахован. Поэтому власть сегодня в России не обеспечивает безопасность граждан. Это, опять-таки, ну, это фактура. Это не потому что там мое желание там еще. Это просто фактура сегодняшнего дня. Хорошо. Допустим, власть начнет включать оповещение. Бу-у-у, внимание, воздушная тревога. Что тогда будет происходить в Москве? Воздушная тревога, я думаю, немножко взбудоражит москвичей и не только москвичей. Которым придется немножечко поменять свое мировоззрение и осознать, что это действительно война, на которой погибают огромное количество людей. Что Россия является страной-террористом. Если кто-то сейчас этого не понимает, а многие действительно не понимают. Но вот это осознание потихонечку придет. Так что, в общем-то, воздушные тревоги. Ну, я уверен, что, наверное, система оповещения работает. Просто действительно они пока не включают ее. Ну, даст возможность такой психологической атаки и осознание, что вот это зеркалие, которое рассказывает пропаганды, которым живет вся страна, оно будет немножечко как бы сдвигаться уже в сторону реальности. Что, собственно говоря, это огромный плюс, потому что, ну, в общем-то, действительно люди должны быть как-то осознавать часть чего они на сегодняшний день являются. Потому что многие, опять-таки, зная даже информационно, видя сообщения о происходящем в Украине, не акцентируют внимание. И действительно не то, что не задумываются, а считают, что это где-то в другом месте. Но нет, это уже давно в каждой семье. Тогда должно теперь быть, кроме такой видимости, должно быть внутреннее ощущение. Поэтому, в общем-то, чем больше будет прилетов в Москву и другие города, тем быстрее вот это осознание и трансформация будет происходить. Надеяться на то, что по мгновению волшебной палочки или какого-либо прилета в конкретный жилой дом, где погибнут мирные граждане страны-агрессора, ну, вот, не знаю, пока я не очень вижу, чтобы вот они там призывали больше, не знаю, там, бобить украинских игрок. Куда больше-то, опять-таки говорю, в ежедневном режиме, мы с вами прекрасно это знаем, происходят эти бомбежки. Они об этом не хотят знать, имеется в виду россияне. Ну, значит, опять-таки, вот получат ответку и будут получать все действия, которые, соответственно, из этого вытекают. Так что, не знаю, мне хотелось бы такое увидеть, потому что никакие мирные способы, никакие там процессы не могут заставить на сегодняшний день россиян не только осознать, но и понять то, чего происходит и государство, к которому они имеют отношение, к которому являются гражданами, что творит за пределами своей страны. Вот, может быть, действительно, вот эта шоковая терапия, она как-то спасет и поменяет сознание людей. Вы говорите, будет разъезжаться из Москвы, но пустая Москва, это же хорошо для Кремля. Никто ничего не будет бунтовать и вообще потише станет. Ну, так, прилетов-то это не убережет, правда ведь? Бунтовать. А бунтовать сейчас никто не будет и не бунтует. Все возможности перекрыты. Никаких мирных способов не осталось для проявления несогласия. Назовем их таким образом. Поэтому, что значит, хорошо или плохо? Ну, не знаю, насколько это будет хорошо. Почитаю, Москва с разбомбленными зданиями. Ну, наверное, хорошая картинка. Я считаю, что это как-нибудь неплохая. Польша готовится к диверсиям Вагнера. Польские политики говорят, что вагнеровцы могут попытаться зайти в Польшу с целью тестирования НАТО. Как вы считаете, могут или это политические заявления и игры? Я считаю, что могут. Провокации такие готовятся. Насколько мне известно, такие заходы действительно планируются. И здесь нужен жесткий ответ. Понятное дело, что это делается для того, чтобы спровоцировать армию стран НАТО на вступление уже в эту войну. Зачем Путину вступление стран НАТО в эту войну? Еще раз. Зачем Путину вступление стран НАТО в войну? Ну, слушайте, риторика в российском информационном пространстве происходит как бы следующее. Мы прекрасно, что вот опять-таки наблюдаем. Не воють с Украиной. Официальная версия такая идет. Это воють со странами НАТО. То есть, все, весь мир цивилизованный. Они называют это не цивилизованным миром. Мы прекрасно видим, что, в общем-то, накачка российского населения происходит именно в той парадигме, что воюют вот со странами НАТО, с мощью этих государств. И вот Россия все вот прям такая вот, как защищается. Представляет, опять-таки, пропаганда делает совершенно обратные вещи. И вот эта реальность, она приводит в зеркаль. Путину необходимо подтверждение, документальные подтверждения для того, чтобы, опять-таки, на каждом углу своего бункера кричать о том, что, вот видите, как мы и говорили, на нас нападают и воюют с нами страны НАТО. А Украина – это так, пешка. Ну, в общем-то, для этого отчасти был вот этот цирковой мятеж Пригожина для того, чтобы передисталансировать этих главорезов на территории Белоруссии, которые же сегодня, находясь специально там, могли бы готовить разные диверсии против стран НАТО, чем они и занимаются, и будут заниматься в ближайшее время. Так что здесь нужно быть четкий, жесткий отбор. И при таком заходе, скажем так, те военные объекты, которые находятся на территории Белоруссии, должны быть, в общем-то, ну, ничтожны. Ну, не знаю, там, мгновенно, не мгновенко, я не очень могу представить, как это будет и спровоцироваться ли странно. То, что мы видим, что Польша готовится, то, что страны Балтии готовятся к этому, они реально осознают, что, в общем-то, это не просто какие-то угрозы на словах. Действительно, диверсии готовятся, и им нужно противостоять. В Польше также говорят, что это может быть не война, а вот террористическая операция. Поскольку это не полномасштабная война, то получается, что это только проблема Польши, если Вагнер где-то там побегает с автоматами, что-то подорвет и что-то захватит. Ну, да, мы знаем документальная, там, по-моему, пятая статья участниц стран НАТО, говорит о том, что любая страна, входящая в этот альянс, должна будет обеспечить защиту. Соответственно, этого не произойдет изначально. То есть нужно думать, что если вот Вагнер зашел в Польшу, то тут автоматически все страны НАТО начинают военные операции. Нет, конечно, этого не будет, и это знает и Россия, это знает и Польша, это знают и союзники Польши по альянсу. Поэтому какой конфигурации будет, какие заходы будут происходить, и как будут они проводиться, ну, опять-таки, мы сейчас можем гадать, да, автоматически, конечно же, это не будет означать, что НАТО втягивается официально в бою. Представим такую ситуацию, что Вагнер все-таки где-то что-то пошумел в Польше, что-то захватил, не дай бог, конечно же. И вот такая вот ситуация. Непонятная организация, которая нигде не признана, с территории Белоруссии вошла на территорию условной Польши или Литвы, или Латвии, ну, страны НАТО, да? Россия здесь вообще ни при чем получается. Как ни при чем, когда, собственно говоря, как бы это... Смотрите, по документам, по документам, по праву, да, которым так дорожит Евросоюз. Россия, получается, ни при чем. Потому что какие-то люди пришли с Белоруссии, напали... Это не какие-то люди, опять-таки, давайте вернемся немножечко обратно в историю, буквально, да, и вспомним, как происходила аннексия Крыма. Все в мире были убеждены, что вот эти зеленые человечки являются военнослужащими Российской Федерации. Целый год Путин, руководство страны, представители российской власти убеждали весь мир о том, что Россия к этому не имеет отношения. Хотя мы прекрасно, никаких доказательств никому из нас не было нужно. Через год Путин, не моргнул глазом, рассказывает о том, что это да, действительно были российские солдаты. И мы это никогда не скрывали. Хотя год просто упирались и рассказывали... Вы смотрите, Андрей, можно еще... Вот совершенно правильно говорите. Ну вот он скажет, да, это Вагнер, это запрещенная в России невозможная организация, потому что это частная военная компания. Которая оплачивается, опять-таки, из бюджета Российской Федерации, да, как бы вот они... А он скажет, что это частный бюджет еще... После того мятежа Пригожина они что могут рассказать? В общем, я хочу понять, что будет думать, что будет думать мир об этом? Ну, мир будет... Отвечать конкретно Вагнеру или отвечать России и Путину? Нет, ну мы все прекрасно понимаем, что Вагнер, разве пешка, никаких самостоятельных решений, такие террористические организации не могут принять, что принятие решений происходит в совершенно другом месте. Кто принимает эти решения, мы тоже все понимаем и знаем, что это, собственно говоря, российское руководство имеет непосредственное отношение ко всем происходящим событиям. Поэтому здесь, опять-таки, для российской пропаганды вот она может рассказывать вот эти сказки, что мы вообще знать не знаем, будут даже, я бы сказал, там говорить ай-яй-яй Пригожин или что-то еще, но на самом деле-то мы не имеем представление, что происходит. Поэтому российская власть уже взяла на себя ответственность от того, что она содержала частную военную компанию незаконно, собирала террористов, устраивала теракты. И здесь будет повторение, нельзя будет сделать так, что зашел Пригожин со своими вагнерсами, а российское руководство, там Песков и другие будут рассказывать, что это нет, мы ничего не знаем, это не мы, это мы не в курсе. К нам это отношение не имеет. Имеет прямое отношение. Это государство-террорист. И все, что происходит и связано с гражданами, это ответственность этого государства и ответственность тех людей, которые принимают решение. Вот зачем Путин вообще мутит всю эту историю с Вагнером? Для того, чтобы проиграть не Украине, а условной Польше и странам НАТО? Или для того, чтобы наконец-то нажать на красную кнопку или стрельнуть где-нибудь тактическим ядерным оружием? Или есть какая-то третья причина, вообще непонятная, например? Залезть в голову свихнувшуюся маразматику очень сложно. Может быть, как-то вот я не знаю, на самом деле, действительно, влезать в голову и думать как шизофреник очень сложно. Но я не думаю, что это оправдание нажатия красной кнопки, о которых мы бы сейчас сказали, что вот такое представление у человека о происходящем. Он живет действительно уже давно не в реальности. Логически объяснить подобные там поступки или вытекающие вещи очень и очень сложно. Круизеры в Грузии, давайте поговорим о них. Скандал, вот то, что произошло в Грузии с круизом российских туристов, которые там высказывались по поводу Грузии, ну скажем так, неоднозначно, не все так однозначно, как это любят говорить. Это провокация или это произошло просто потому, что произошло? Это не провокация, это ответ нормальных граждан мира на происходящее. Я имею в виду поездка туда российских туристов. Это могло быть провокацией или это обычный круиз? Просто там люди такие собрались, которые не понимают, что Грузия это независимое государство и что Россия в 2008 году начала против нее войну. Ну, во-первых, нет, провокация это я не считаю. Это, ну, ругаться у нас в эфирах не принято, да, и называть вещи своими минами. Можно было одним словом охарактеризовать это. Но это просто непонимание происходящего опять-таки, потому что картинка мира была изменена достаточно давно и пропаганда рисует совершенно то, что не является вот настоящим. Поэтому без задней мысли, уверен совершенно, люди поехали в так называемый круиз и... Отдохнуть в освобожденную страну, да? Да, да, из этой серии. И опять-таки это их не касается, они об этом не хотят слышать, не хотят знать. И они действуют в своей парадигме, в которой там их мозги и пропаганда за многие годы нарисовала. Поэтому я, ну, я не считаю, что это никакая не провокация. Вот провокация могла произойти, когда это осознанное решение, осознанные действия. А это, даже не импульсивное, а просто картинка мира у людей по-другому развита. Соответственно, как бы, ну, что надо, да, что с дурачков взять? По большому счету. Можно поблагодарить грузин за их позицию? За гражданскую позицию, безусловно, да? Которая, в отличие от правящей в Грузии на сегодняшний день партии, которая находится под, в общем-то, ну, так сказать, присмотром большого брата из Москвы, можно действительно поблагодарить граждан Грузии, которые проявили вот эту гражданскую активность и, в общем-то, назвали и называют вещи своими именами. Поэтому, в общем-то, здесь действительно можно поблагодарить. Ну, и, кстати, опять-таки, мы знаем ситуацию, там, немного в Грузии, действительно, что под контролем находится политический истебриджмент, который сегодня, ну, можно сказать, захватил власть в стране. Вот гражданское общество дает отпор, и мы видим прекрасно, что, ну, подобные вещи в России не способны. А хороший пример как раз грузины подали оставшимся здравомыслящим россиянам хотя бы в какой-то вот этой степени. Так что в этом действительно спасибо огромное. Раньше мы говорили, что россиянки будут рожать от китайцев, а оказывается, что будут рожать от корейцев. В Единой России предложили заменить уехавших на войну россиян рабочими Северной Кореи. Вот зачем ездил Шойгу в Северную Корею. Реально это произойдет? Реально будет заполонение северокорейцами России? Ну, нет, конечно. Ну, достаточно Дальний Восток уже заполнен китайцами, поэтому никаких там... Негде заполоняться, да? Нет, ну, нет. У России большая страна, много неосвойных территорий. Ну, это все такое пропагандические вещи. Никакие, конечно, толпы корейцев, ну, не нагрянут. Не в ближайшее время, но уж тем более не потом, когда упадет в франшизмский режим Путина. Поэтому это вот эти сказки, они, ну, пусть доставят для себя, опять-таки, для этих простачков, которые верят вот этой пропаганде, для тех вот этих миллионов идиотов, которые поверят всему, чему угодно, то, что рассказывает им российский телевизор. Ну, как бы... Ну, по телевизору же говорят, что... Знаешь, как смешно думать об этом. По телевизору же говорят, что рабочие Северной Кореи готовы решить кадровый голод России. А могут ли? Нет, не могут. Ну, не могут. Ну, как бы себе представляете, будут там пароходами завозить, значит, самолетами завозить вот этих вот Северной Кореи, известных северно-корейских айтишников, инженеров, высокотехнологичных. Ну, мы можем, конечно, смеяться над этим, да, но у нас, как бы, в свое время, когда российская власть там запретила продукты из иностранных государств, в Беларуси оказалось, что производит, якобы производит огромное количество морепродуктов и всего остального. Ну, слушайте, это мы все уже опять проходили, ну, не сработали эти вещи, и все на корейце. Я, конечно, понимаю, что решиму Путина приходится сейчас не сладко и по сусекам собирать оружие, где только возможно, да, остались вот эти вот такие страны, как Северная Корея. Ну, вот сегодняшняя такая давность, ну, опять-таки, я как-то даже не особо, честно говоря, там, обращал внимание и задумывался на вот эти вещи, но не будет, просто не будет, нужно просто принять, как давность нужно принять, не будет. Хорошо, давайте ответим на второй близ от наших зрителей, напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. И первая фраза такая, российская армия уйдет из Украины сама, если... Продолжите фразу. Если будет принято такое политическое решение в Кремле... Нет, нет, сама, сама. Армия сама уйдет. Вот такое вот. Сама уйдет, да. То есть, перестанет подчиняться приказам? Нет, не перестанет. Рабы не могут восстать. Кадыров захватит Москву, если... Вот какие-то интересные вопросы сегодня, конечно. Смотрите, ну, то, что зрители пишут... Ну, я понимаю, я понимаю, но... Есть такое, наверное, опасение. Я вам скажу больше, я вам скажу больше. Это вопрос от россиян. Есть, наверное, такое опасение в связи с какими-то действиями, наверное, Кадырова или, может быть, еще какими-то. Не знаю, я не москвич. Ну, не захватит Москву Кадыров, как бы кишка тонка. Раз. Во-вторых, ну, опять-таки, ну, невозможно это. Невозможно. Но если мы допустим, что он захватил Москву в том случае, когда, ну, знаю, убил Путина, пусть будет такой ответ. Вот тогда, как бы, вот он захватит, допустим, Москву. И у него, возможно, это получится. Но если он убьет Путина... Ну, это уже следующие фразы, которые, опять-таки, не вытекают из наших беседов. Петербург и Москва могут стать отдельными государствами, если... Если произойдет падение режима Владимира Путина. Ну, я в это не очень верю в независимость Москвы и Санкт-Петербурга отдельно, потому что я считаю, что смысла никакого нет в этом. Но при гражданской войне такое возможно. Крым может стать спорной территорией, если... Если Путин навяжет мирные переговоры Украине. Путина-таки арестуют живым, если... Если будет произведен исполнение санкционный арест Городского трибунала. Большое спасибо за сегодняшнее интервью, Андрей. Очень интересная аналитика. Передаем привет москвичам и ждем победы Украины. Да, спасибо огромное. Победы ждем, конечно, всем.